Престольный праздник Престольный праздник Престольный праздник И у них там особая участь, они исправны, как какая-то элита, которая попадает на те присутствие жизни, попадает в блаженную вечность. Но мы празднуем, потому что это про нас тоже с вами. Господь ради нас на землю пришел, Господь своих апостолов научил, чтобы они нас с вами учили. И они, во-первых, исполнили то слово, которое им дал Господь, то благословение, которое им Господь дал. Во-вторых, они так возлюбили Господа, что больше своей жизни, когда стал вопрос о том, чтобы подтвердить правильность своего учения, своей веры, тем, что отдать за веру свою жизнь, то не просто они согласились, а мы знаем, что апостол Павел, зная о том, что его ждет, что его ждет смерть за креста. Имея он многократно возможность избежать его смерти, он движется, не спеша, месяцами, находясь в разных обстоятельствах, движется в Рим, чтобы там засвидетельствовать свою любовь, как Господь, в том числе и моченческий моченник. Все апостолы, кроме Иоанна Богослова, сподобились такого лица, но особо, сугубо, издревле церковь почитает именно вот этих двух учителей и апостолов. Недаром сейчас только что прозвучало Евангелие, последние слова Евангелия от Иоанна, которые в беседе последней, запечатленной беседе Господа с апостолом Петром, с тем самым, который его предал, который от него отвлекся. Нам всем хорошо это известно, как предавать Господу, как отвлекаться ему. Всякий грех, который мы совершаем, это акт отречения от любви к Господу. Господь недаром именно ставит акцент на этой беседе и апостола Иоанна, его невесты вам подростков, именно эту беседу, ни сомнений, не другие. Он ее сохраняет, задавая главный вопрос своему ученику. Вопрос, как некое свидетельство, что он не просто Господь и Иисус, не просто непомитозловен, он не просто забыл грех Петра, а он дает возможность Петру сказать о главном. Да, я оступился, говорит Петр, я обретал тебя, отрекся, но ты все знаешь, Господь, и ты знаешь, что я люблю тебя. Вот этот диалог, он настолько дорог, он должен быть для каждого христианина, насколько оступаться, совершать для нас понятно, привычно, а условиям прощения мы не любим ли мы Господа, не любим ли мы, так что готовы, раскаившись, искренне, последовать за Ним. Апостол Глотов последовал за Христом, в этом Евангелии еще один, ученик упоминается, в Евангелии многослов, готов ли последовать дальше за Господом. Не загадывая, как там будет, согрешу ли еще, отвлекусь ли снова, и спрошу ли прощения. Просто я люблю тебя, Господи, с тобой следую. Это такой принцип для каждого человека, для каждого из нас, для каждого христианина, живущего на Земле. Люблю ли я Господа? Вопрос этот можно задавать утром, когда просыпаемся, когда первые молитвы какие-то рождаются в уме и в сердце, попроси, что Господь дай мне сегодняшний день провести и любви к тебе и любви к тем людям, которых рядом со мной поставил. А когда наступает вечер, мы читаем вечерние молитвы, но все с неба и с победой не приходят. Воспринимать это не как перечисление человеческих порогов, а как вот эти же, это горечь, с которой апостол Петр плакал в своем совершении, просить прощения, опять же, говорит, Господи, ты все знаешь, ты все весил, ты весил я люблю тебя. Вот этим уроком апостольским пользуясь, прибегает к нему разбивать любовь к Господу в своем собственном сердце, чтобы тоже последовать со временем этим самым апостольским путем. Никто не гарантирует, что на каждом себе время, что нам там голову отсекут, как это было с Павлом, или что нас расснут на кресте, как это было с Петро. Все может быть гораздо позаически, или от возраста, или от болезни. Сейчас болезней достаточно много, и обстоятельств, в которых люди заканчивают свою жизнь, тоже много. Вопрос не в том, чтобы нам попозже умереть, и не от той модной болезни, которой сейчас все говорят, а от чего-то другого, а вопрос в том, чтобы нам сегодняшний день и завтрашний прожить любви и хоростры, чтобы сердце наше было покоено, стремлено. Когда Господь даст знак, что уже готов принять нас, чтобы мы, и это с благодарностью, как поездно приняли, не убегали от предыдущей смерти в страхе неверующего человека, боясь, а вдруг там ничего нет, а вдруг там смерть, и темнота, и негатива, а вера и всем сердцем. О чем? А апостолы свидетельствовали, что если Иисус Христос не воскрес, вера наша тщетна, как поскольку Он воскрес и даровал нам связанности силы, то доверяющий человек там, в окончании короткого земного путия, открывается новое, а потом далеко будет стоить. Всякий раз мы поем. И где же есть болезни, печали и воздыхания. Хотим мы, чтобы не было у нас болезней, печали, воздыханий. Вот надо не таблетки и вакцины мечтать, чтобы кто-то изобрел и нам подарил и продлил наши дни, а чтобы мы сподобились по милости Божьей, любви от этого самого блаженного Царства. Тогда Господь если пожелает продлит наши дни и наши дни, а если кому-то пожелает, пораньше примет свое блаженное вечности. Чего хочется пожелать каждому себе тоже молитву из первой иконы апостола в покроителе этого всегда храма. Созидайте храм, искание, петро, дань, созидайте по благодати, который проповедовал Павел Мусин, он вмещал и вас, и многих людей, которые проезжают мимо, и которые могут прийти в этот секретный храм. Праздник, Батюшка, поздравляю всех вас. С радостью вспоминаю, как мы вместе молились в этом храме, в вашем когда-то совершали освещение малого храма. Очень дорого воскресенье. Хочется пожелать, что всегда будем воскресить плод и благорода. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok